Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о текущей работе администрации. Начну с основных мероприятий прошедшей недели. 21 марта в Кумертау состоялось первое заседание рабочей группы по рассмотрению заявлений юридических лиц на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития Кумертау. Глава администрации Борис Беляев напомнил, что статус ТОСР город получил в декабре прошлого года, а в текущем месяце и республика, и администрация города Кумертау приняли соответствующие порядки по признанию инвесторов резидентами ТОСР. Заявку резидента рассматривает рабочая группа муниципалитета, которая в дальнейшем, в случае принятия положительного решения, направляет все документы в Министерство экономического развития Республики Башкортостан. Далее их рассматривает республиканская комиссия и в случае принятия положительного решения направляет документы в Министерство экономического развития Российской Федерации для регистрации инвесторов в качестве резидента ТОСР. Со дня регистрации у инвестора появляется возможность применения налоговых льгот. В администрацию города Кумертау поступило заявление от первого инвестора ООО «Элеватор». Компания реализует инвестиционный проект строительства маслоэкстракционного завода в селе Маячный, который предусматривает вложение инвестиций в объеме 6 миллиардов рублей, создание 520 новых рабочих мест со средней заработной платой 23 тысячи рублей. Отметим, что при реализации инвестиционного проекта использованы средства некоммерческой организации Фонд развития ОМОНа городов. Для строительства и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры. Проект направлен на диверсификацию экономики городского округа и оказывает положительное влияние на развитие производителей сельскохозяйственной продукции Республики Башкортостан. Предварительно была проведена экспертиза, подготовлен проект заключения, с которым члены рабочей группы ознакомились и вынесли свои решения. В завершении заседания рабочая группа путем открытого голосования единогласно приняла решение о направлении в Министерство экономического развития Республики Башкортостан положительного заключения о соответствии заявителя и реализуемого им инвестиционного проекта для заключения соответствующего соглашения на ведение деятельности в рамках ТОСР Кумертау. 21 марта в администрации Кумертау состоялось совещание с главными администраторами доходов и крупными налогоплательщиками. Поприветствовал собравшийся глава администрации Борис Беляев. Он рассказал о промежуточных итогах и работе по привлечению инвесторов. Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Гульнара Кучербаева доложила об итогах исполнения бюджета за 2016 год и задачах на 2017 год. Проанализировал деятельность администраторов доходов и осветил вопросы взаимодействия с налогоплательщиками бюджета города. Также с докладами выступили администраторы. Подводя итоги, Борис Владимирович подчеркнул, что в 2017 году остаются две основные задачи. Достижение прироста администраторами доходов и налогоплательщиками налоговых и неналоговых доходов не менее 10% к предыдущему году. И снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам, которые продолжают расти. 23 марта глава администрации Борис Беляев встретился с активом Совета ветеранов. Такие встречи стали уже традиционными и проходят они несколько раз в год. Встреча с Советом ветеранов открыла информационную неделю под названием «Открытый муниципалитет», которая проходит в Кумертаус 23 по 30 марта. Борис Владимирович начал с основной темы – присвоение Кумертау статуса территории, опережающей в социально-экономическом развитии. Он рассказал об открытии в городе двух новых производств – швейной фирмы ООО «Кумфаб» и предприятие по изготовлению нефтяного оборудования ООО «Оилтиммаш», который в данный момент проводит набор персонала. Также отдельного внимания заслужила тема благоустройства города. Много вопросов главе администрации поступило по поводу очистки улиц города от снега. Глава администрации заверил собравшихся, что каждый вопрос будет рассмотрен и обязательно решен. В завершении присутствующие обсудили вопросы повышения демографии и внесли свои предложения по поводу муниципальных способов поддержки молодых в семье. Отмечу, что в рамках информационной недели также состоятся встречи главы администрации Бориса Беляева с членами общественной палаты и трудовыми коллективами. Кроме того, в газете «Кумертауское время» 24 марта на вопросы горожан отвечали представители коммунальных служб города во главе с заместителем главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрием Куровым. 23 марта в Кумертау состоялось заседание комиссии по государственно-конфессиональным отношениям при администрации городского округа города Кумертау под председательством главы администрации Бориса Беляева. Борис Владимирович поприветствовал собравшихся и напомнил, что город Кумертау не так давно получил статус территории, опережающая социально-экономическое развитие. Наша цель – успешный город с эффективно работающей экономикой и повышение благосостояния и благополучия наших горожан. Это возможно только при условии мира, согласия и доброжелательной атмосферы между людьми разных национальностей и вероисповедания жителей города Кумертау, подчеркнул глава администрации. Присутствующие заслушали доклады об общей ситуации на территории городского округа города Кумертау в сфере межнациональных отношений, об анализе проведенной работы по предупреждению возникновения межэтнических конфликтов, о соблюдении земельного законодательства собственниками культовых зданий и сооружений зарегистрированными религиозными организациями на территории города Кумертау. Далее был презентован проект муниципальной программы укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народа в городском округе города Кумертау. По завершению докладов присутствующие внесли свои предложения. С планом работы комиссии по вопросам государственных конфессиональных отношений на 2017 год и с новым составом совета при администрации городского округа города Кумертау по вопросам укрепления межнационального согласия ознакомила собравшийся заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Епископ Салаватский Кумертауский Николай поблагодарил главу администрации за плодотворное сотрудничество и укрепление межнациональных отношений на территории города и вручил благодарственное письмо. В завершении представители основных религиозных конфессий Владыка Николая и Салават Хазрат совместно с главой администрации Борисом Беляевым утвердили подписью совместный план работы на 2017 год. В минувшие выходные, 18 марта, в торговом центре Кумертау прошла дармарка. Принцип ярмарки прост. Участники приносили хорошие и интересные вещи, а взамен забирали себе все, что им понравится. И все это абсолютно бесплатно. Во всем мире набирает оборот движение фримаркета. Не обошло оно и город Кумертау. В нашем городе эта акция прошла под собственным русским названием «Дармарка». Смысл этой акции, по мнению организаторов, в том, чтобы принести пользу людям. Ведь для кого-то ваше старое – это вполне себе новое. И в свою очередь для вас это тоже своеобразное освобождение отставших ненужными вещами. В течение четырех часов кумертаусцы активно приносили разнообразные вещи – одежду, посуду, игрушки, обувь, книги и многое другое. И не менее активно вещи находили своих новых владельцев. Помогали горожанам-волонтеры ресурсно-добровольческого центра «Белая река». Настроение поднимала задорная музыка и выступление лучших коллективов города. Отмечу, что по итогам «Дармарки» около 600 человек приняли участие в мероприятии. Уважаемые горожане, в связи с открытием новых производств ведется набор персонала. На территории города Кумертау в марте 2017 года зарегистрировалось производственное предприятие ООО «Ойлтиммаш», которое планирует производить высокотехнологичное нефтяное оборудование с объемом выпуска в год 300 миллионов рублей. Количество сотрудников 100 человек. Предприятие будет располагаться на производственных базах завода «Искра» города Кумертау и завода «Нефтехиммаш» поселка Маячный. Требуются высококвалифицированные специалисты, проживающие на территории города Кумертау. Электросварщики ручной сварки и сварщики для работы на полуавтоматической и автоматической сварке. Желательно аттестация на НАКС 4-5 разряда. Количество 10 человек. Заработная плата от 20 до 25 тысяч рублей выше. Конструктора, имеющие опыт в машиностроительном производстве, знающие программу «Компас». Количество 4 человека. Средняя заработная плата от 25 тысяч рублей. Технологи, имеющие опыт в машиностроительном производстве. Количество 2 человека. Средняя заработная плата от 20 тысяч рублей. Инженер КИП. Количество 2 человека. Средняя заработная плата от 25 тысяч рублей. Оператор установки плазменной резки с ЧПУ. Количество 2 человека. Средняя заработная плата от 25 тысяч рублей. Обращаться по адресам. Город Кумертау. Территория завода Искра. Улица Промышленная 1. Корпус 2. Телефон 433-34. Или МАО Агентство по развитию территории. Город Кумертау. Улица Горького. Дом 11. Кабинет номер 203. Телефон 213-12. Также крупное швейное производство. В связи с открытием пошивочного цеха в Кумертау продолжает набор швей. Компания Магеллан предоставляет официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Заработная плата от 15 тысяч рублей. Для швей сменный график работы – сдельная оплата труда. На вакансию швея будут рассматриваться как кандидатуры с опытом, так и без опыта работы. С возможностью обучения на производстве в качестве ученика. Обращаться по адресу город Кумертау. Улица Палатникова 1. Швейный цех. Телефон для справок 55610. А также по адресу город Кумертау. Улица Горького. Дом 11. Агентство по развитию территории. Кабинет номер 203. Теперь озвучу основные мероприятия следующей недели. 25 марта в 12.00 в актовом зале Агентства по развитию территории по адресу Горького 11 состоится семинар на тему социального направления ЖКХ, организатором которого выступает Башкирское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». К участию приглашаются ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, семьи погибших защитников Отечества, участники ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС. При себе необходимо иметь удостоверение. 25 марта в 11.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» состоится Всероссийский турнир по дзюдо памяти Антиньяна. 25 марта с 20.30 до 21.30 призываем вас принять участие в акции «Час земли» и выключить свет и бытовые электроприборы на один час знак нерам над души к будущему нашей планеты. Кумертау присоединяется к ежегодной экологической акции «Часть земли». В этот день будет отключено внешнее освещение крупных архитектурных и инженерных сооружений. 1 апреля в 16.00 в ДК «Рассвет» состоится конкурс КВН-2017. «Природа скажет нам спасибо» на кубок главы администрации городского округа города Кумертау. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова